Ну что, на тебя посмотрим. Все же, что ли, на таких страшных картах я уже боюсь. Это самые честные карты. Только на них делаю личные расклады. Вот так, друзья мои. И ты сама видела тысячи отзывов у меня в WhatsApp. Вот, например, да, когда делают предсказания, я не люблю вот эти предсказания, посмотрите мне на будущее, да. И, например, человеку скажешь, встретите мужчину, этот мужчина будет не ваш. Вы от него-то можете родить ребенка. Семья будет несчастливая. Она это знает, она встретит мужчину, поймет, ага, не мою, все, не сбудется ничего. Судьбу предсказывать нельзя. Нужно смотреть по конкретной проблеме. А представь, если кому-то предсказать, через неделю ты умрешь. Человек из дома не выйдет. Да, да. Только не помирит. Да. Да, вот когда говорят, вас собьет мужчина, и вы останетесь там без ноги. Ну вот предсказатели есть разные дурные. Человек, значит, уедет в глухую деревню, заранее, где нет машин, и там себя спасет. И предсказания не сбудется, потому что у судьбы тысячи, тысячи и тысячи направлений. Сегодня ты узнала, что будет такая тяжелая ситуация, у тебя с психикой плохо, и ты пошла, и все. О, Господи. И для тебя это уже означает. Что значит? На что мы сейчас вопрос задать? Какой? Вообще посмотрим на ближайшее будущее, какие события ожидать. Да? Чтобы ты знала, с чем ты можешь столкнуться. Я хотела бы узнать по своему бизнесу, например. Ну, давай, задавай вопрос. По своему каналу получится ли у меня дальше вести канал. Давай, задавай первый вопрос. Что будет с моим домашним бизнесом? Тем, чем я занимаюсь. Что ждет твой бизнес? Да. Буду ли я дальше заниматься, и что будет дальше? Бизнес существовать будет. Но здесь будут каверзные моменты по расходам. То есть ты не получишь те деньги, которые рассчитываешь получить. Где-то придется, может быть, продать кому-то, ну, не то что со скидкой, может, знакомые будут, знаешь, появляться, что Ира, а можно подешевле. Крысы вокруг денег. Что-то попытается, как говорится, поиметь, да, в долг взять, потом долго отдавать, где-то вот как-то вот сэкономить, что-то вот. Будут моменты от людей, при том от ближайшего окружения, которые вот захотят чего-то от тебя поиметь. Покажи крысу. Это однозначно. Вот. Крысы, это всегда люди, которые рядом, и которые хотят, вот как бы на халявку немножко, знаешь, будут такие моменты. Не давать в долг, не делать скидки, держать строго свою марку, и всё ответственно, да, чтобы... Продолжаем съёмку. Вот карту мы уже достали Луну, до этого у нас съёмка прервалась. Ну, люди видели в любом случае. Ну, они знают, что перекрывается батарея. Ну, да, да, есть такое. Это что означает? Луна — это очень много сомнений, очень много переживаний, отчаяния. Ты не будешь получать большой доход. Здесь будет момент очень тяжёлый, кстати говоря, да, когда путь будет оковом. Ну, учитывая события сейчас, которые происходят, семь недоблинов, все собираются, их людей. Кто-то пророжает, кто-то чего. По Луне будут моменты, когда ты будешь находиться в отчаянии. В любом случае. Отчаешься, да, но надо брать себя в руки. Луна, она только ночью. За ночью наступает день. Да я и так немного имею с этого бизнеса. Нужно оплотно заниматься, деньги иметь. Ну, тупик здесь, да. Тупик? Тупик. Развития не жди. Развития сейчас не жди. На дне колоды вот, семёрка. Так ли, когда вроде бы трудишься, трудишься, а того результата, который хочешь, не получаешь. Да, здесь тупиковая ситуация, здесь пока развития не будет. Из-за этого ты будешь находиться в отчаянии. Будешь понимать, что деньги нужны, а денег нет. Вроде кому-то дала, например, да, вот в долг кому-то дашь, и ждёшь денег этих месяц, а тебе уже надо закупаться, и ты вся трясёшься, и всё. Ну, такой момент проигрывается. Понятно. Давай следующий вопрос. Сейчас помешаем колоду по-хорошему. Вот они, расклады, да? Это не так. Я вижу великий путь, уготованный тебе. Ну, что это за бред? Я хочу следующий вопрос. Вот я веду блог на канале YouTube, на большой площадке. И что меня ожидает? Может быть, ну, что ожидает в ближайшем? Это ведь всё про ближайшее время мы говорим. Да, обозримое будущее. Силы не позволяют смотреть на всю жизнь, кстати говоря. Иначе было бы очень легко всем жить. Да, да, да. Да, представь. Силы такие. Ой, конечно, через 25 лет ты потеряешь 500 рублей, и будь аккуратна. Тоже бредятин. Вот я хочу знать, что будет дальше с моим каналом. Будет ли развитие? Будет ли... Ну, развитие. Что тут перечислять? Что там будет? Придёшь ли ты к каким-то хоть финансам от этого? Ну, давай, давай. В конце концов, да. Да, звезда. Очень хорошая карта. Ну, слава богу, хоть что-то. Развитие будет. Ты дотянешься до своей звезды, однозначно. Через эмоции тоже. Но у тебя, кстати говоря, ты что-то часто слёзы льёшь тут. И поплачешь, и попереживаешь. Вся живёшь в эмоциях абсолютно. Тебе надо знать, что ты этого достигнешь. Вот эта девушка, она стоит, да, по поясу в воде. Она может споткнуться, упасть, хлебануть, воды её не станет. Но вот, часто очень плачешь, достигнешь своих целей в любом случае. Вот опять эта карта у тебя выпадает. Видишь, здесь будут нападения на тебя. Нападения от людей, которые будут завидовать, которые будут желать тебе, понимаешь, момента, чтобы ты стояла на месте, в стагнации. Чтобы, ну, у тебя уже было такое. Вот эти завистники, это всё. Это вожди. Нападений на канал, плохие комментарии, злость, зависть, предательство, в конце концов. Чем дальше ты будешь идти, тем больше вокруг тебя соберётся людей, которые будут желать тебе падения. Почему так? Даже близкие. Ну, это всегда... Близкие? Да. Ну, вот, друзья, например, у меня тоже так. Когда я стала подниматься, я потеряла всех друзей. Всем было очень хорошо, когда я была одинока, несчастна, в слезах и без еды. Помнишь, что я не могу? Об этом мы тоже с вами, друзья, поговорим. Да, когда я голодала. Вот. Но по финансам, кстати говоря, ты рассчитываешь на большее, а здесь финансы тебе не идут, которых ты хочешь вот от канала, да? Конечно, хочу. Тебе же хочется, чтобы была монетизация, чтобы в России это всё оценивалось, чтобы люди тебя ценили. Порой бывает такое, он на тебя нападает без причины. Просто без причины, из-под тяжка. Ну, и ещё, как говорится, эта карта говорит, что те, кто смотрят тебя, они всегда пойдут к другим и будут тебя сравнивать с другими. Как ты себя ведёшь и что ты говоришь, делаешь. Всегда. Так, ну-ка, ещё несколько карт достанем. Только без слёз, эмоционально. Всё, ночью, ночью. Расклад на эмоциях. Ой. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй-ёй. Башенка здесь выпадает, конечно. Опять. Но это... Разрушение. Мне кажется, да. Она сейчас будет прямо у каждого человека. Разрушение. Рушится. Ты знаешь, что здесь рушится? Дама с пентаклем. Дама с деньгами. Здесь рушатся именно финансы, связанные с каналом. То есть здесь не будет рекламы, не будет заказов, чтобы ты что-то отрекламировала. Здесь, возможно, вот как у многих, да, кто-то не смог вывести деньги с Ютьюба. Потому что перекрыли, закрыли всё. Да, у данной монетизации она уже второй месяц не может вывести их вообще. Да, потому что банки все в санкциях. И вот здесь вот эта башня будет, вот этот сильный удар, именно вот по твоему делу, как канал, удар будет финансового плана. Финансы. Здесь, скорее всего, может быть, ты даже когда-то подключишь монетизацию, но ты эти деньги не выведешь, например. Потому что санкций, они будут всё больше, больше и больше. Ну и Тускобков будут тебя любить очень сильно. Много людей будут тебя любить. Ты будешь дарить эмоции. Они тебя будут насыщать эмоциями. Тускобков – это карта любви. Карта любви взаимной. Тебя будут уважать. В любом случае поддерживать в тяжёлые минуты. Однозначно. Но вот эта башня, вот мы её достанем сейчас абсолютно везде. Ну, началось-то всё со звезды и закончилось. Да, что ты достигнешь своих целей, да, в любом случае. Просто удар будет тяжёлый. Так денег нет, да будет удар. Возможно, возможно, YouTube на время просто перекроют, кто знает. И ты перейдёшь на Дзен. И будешь добиваться цели ещё и там. Так я есть на Дзене, только там нет ничего для меня. Ну там никто сейчас. Не сидит сейчас там никто, потому что ещё YouTube жив. Да. И это хорошо. Ну, может, будут какие-то возможности ещё, да? Мы всё уже закончили с этим выпуском? Шестёрка мечей, кстати, здесь говорит о том, что многие побегут. И ты, скорее всего, на другие платформы тоже пойдёшь. однозначно. Смена обстоятельств. Ну, это мы так трактуем. А карта была, как старинная карта, сказали, что я уйду отсюда, да? С YouTube? Или как? Нет, вот с того, что я сейчас делаю, со своего дела. Нет, мы достали сейчас карту шестёрка мечей. Ну. Это карта переездов, смены обстоятельств. Вот, вот, я и говорю. Не задевая современное. Смены платформ. Понимаешь? Не задевая современное, ты, скорее всего, будешь трудиться ещё очень усиленно, не только на YouTube, ещё куда-то в другое место больше будешь отдавать силу. Да, потому что по YouTube здесь ещё на дарахнет хорошенечко. Ну, да, мы же задавали вопрос. Опять сейчас этот, опять перегревается всё. В общем, в любом случае, камера опять отключилась, да, нагрелась. В любом случае, здесь не только ты пойдёшь на другие платформы загружать видео. Будет такой момент, да, что ты... Мы потому что задали вопрос, что у меня вот будет, да, с моим каналом, и всё. Поэтому вот... Да, да, да. Канал перейдёт ещё плавно и на другую площадку. Ну, так дай бог. На чём дело, дай бог. Чтоб перешёл. Да, ну чё, ещё что-нибудь? Я заметила, у нас с тобой руки не одинаковые? Одинаковые. У нас у всех такие руки, да? Цельные, да? И ногти у нас одинаковые, да? Ногти, так у меня вообще не знаю, когда сделают. Ну, чё, давай последний вопрос. Да. А давай-ка вот... Нет, на отношения боюсь. На отношения? Ой, ну я-то уже как-то боюсь, знаешь ли. На отношения смотреть. Давай я другую колоду возьму ещё. Какую? Ну, небо и земля тоже сильная колода. Ну ты пока тогда отключись, а то опять сядет. Ну вот у нас ещё одна колода появилась тут. Иди. Ты уверена, что ты хочешь на личные отношения смотреть? Друзья мои, сейчас будет самое страшное гадание. На тысячную аудиторию. Что тебя ждёт с Николаем? Наш ребёнок проснулся. А ему всё равно скоро встывать. Тебя пройти надо. Слушай, слушай. Сын уже у тебя слушает, что ждёт с Николаем, да? Смотрим. Смотрим. Ой, это будет шок-контакт. Я чувствую. О! Нет. Что там упало? А? Что там? Ничего там не упало, я карты не достала. Это мне карта, говорит, карта поражения указывает на то, что молчи. Молчи. Готово? Так, ну давай. Готово? Да. Ну давай, стягивай в колоду. Будем делать, как у этих, да? Ну на себя левой рукой. Господи. Что цыгам не видала нам узнала? Тихо, тихо, тихо. в Новограле. Что с Николаем? Ой, вы очень силы. Помогите. Боже ты мой. Подожди, Кирюша. Давай уже клюй меня. Сейчас уж. А, ну тут в принципе здесь так происходит. Есть неприятные моменты в личной жизни. Думаю, как и у всех. Но несмотря на вот эти неприятные моменты, ты все равно будешь за него держаться. Я за него? Да, 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 да. Ты будешь за него держаться, хотя ты очень часто чувствуешь себя брошенной и одинокой. Вот тебе бы побольше с ним как-то быть, ты все сама по себе. Трудишься, трудишься, трудишься. А Николай у нас мужчина очень с характером. Очень он такой, чтоб ему преклонялись, ему хочется, чтоб его беспрекословно слушали, чтоб понимаешь, ему тут Коля, Коленька, вот, вот. Я сама его приучила. Как говорится, держите все, вот. Я тихо ухожу. Вы не услышите моих шагов на кухне. Понимаешь? Вот есть у него такое императорское. Я-то не такая. Но, 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 я хочу сказать, что у вас вот как-то все циклично повторяется. То есть, он проявляет характер, ты остаешься одна, ты трудишься, но держишься за него, он также за тебя держится. Потом он вроде бы характер немножко сбавляет. Ты для него женщина очень, кстати, я скажу, что стабильная, и у вас любовь взаимная. Но, понимаешь, ведете себя как дураки. Так он получит, сейчас приедет. Как дураки. Что ты, что он. Два дурака пара. Вот действительно, два дурака пара. Это вот это начинается? А что, здесь не дурак, что ли? Одна прет на пролом, ей вокруг все орут, он собаку желает, остановись, куда ты в пропасть-то с головой. Так же ему. А, вы оба прыгаете, летите, хлобысь получили по шее от высших сил. Ну, все, помирились дальше и по кругу. Так мы же серьезно не ругаемся. Мы можем просто поспорить. Нет, я не говорю, что вы тут ругаетесь и все, конец финита ля комедия. Нет. У вас просто все это циклично постоянно происходит. Ну, бывает, конечно. При этом карта страшного суда переживают оба. Как будто все, конец света, развод и девичья фамилия. разошлись, расстались, все. Вы друг другу по судьбе. Что, серьезно? Карта судьбы здесь, как фортунка на дне колоды. Вы друг другу по судьбе. Да. Но люди, вы абсолютно разные. Разные. Не схожи вы ни характерами, ничем. Ты одной, как говорится, масти, он другой. А почему же мы там вместе друг без друга не можем? Ну, здесь, как говорится, черное, белое, инь-янь, тому подобные понятия. Знаешь, я, например, тоже мало кому подхожу. У меня же пара есть, правильно? Так, а тут что? Это что за баба? Это ты. А, ты знаешь, все отлично. Далее истеричка. Истеришь. Очень часто агрессируешь, показываешь характер, тоже шашки на голову, постоянно вот в воинственном состоянии. Тебе надо показать, что ща я тебе как отрублю, и ты уже будешь у меня тут уже не император, уже немножечко попроще. И у него начинается, ах, попроще, ща я тебе покажу. И он уезжает, например, куда-то ты одна, но ты все равно за него держишься, он за тебя, делами занимаешься, ну, два дурака пара и дурачатся всем на потеху. Ругань вас ждет, да. Это что? Ругань ждет. Из-за неопределенности в жизни такое чувство, как будто он тебе не может дать точку опоры. У тебя есть какие-то моменты, когда ты не знаешь, как тебе быть. Вот в чем дело. То есть здесь, если откровенно говорить, не может он порой тебе дать утешение, успокоение и сильное плечо. И ты начинаешь, как бы, ну, находиться в состоянии подвешенности, ругань у вас будет очень-очень скоро. Поругаетесь, повыясняете отношения. Как обычно, это я больше. Поплачешь, пострадаешь, сидя на диванчике, на Бога поуповаешь. За что мне все это? Боженька, вот за что? Но все нормально будет опять. Здесь, понимаешь, здесь даже, он тебе, кстати, тоже будет доказывать, какая ты дурная, я-то здесь при чем? Он мне все время так... Что ты наезжаешь, что ты гонишь. Да. Да, да, да. Ты сама себе все придумала. Да, у него будет такое, и он в итоге, ты будешь виноватая истеричка, он победивший мужик. Это однозначно. В вашей ссоре так и будет он сказать, что-то там поистерила, сама себе накрутила. Но вот видишь, высшие силы с вами. Высшие силы с вами. Бог с вами. Это карта Бога. То есть здесь, о чем идет речь? Двое людей предстали, да, пред Богом. Он их благословил, Белый Голубь. Это говорит о том, что вы... Покажи, покажи. Слышь, покажи. Вот Белый Голубь это искренность, это чистота души, намерений. То есть здесь вы вместе не просто так. Ты по судьбе сказала. Сошлись и тому подобное. Да. Так высшие силы решили. Вот вы предназначили друг другу. Вот это. Это карта судьбы, при том колесо фортуны. Что бы ни случалось, вы все равно со дна всплывете наружу, так сказать, да? Что бы ни случалось. А у меня виноватый сделать, да? Да, да. Будешь виноватой. Вот скотиняка, а. Так, это что? Так, сейчас мы разберемся. Здесь очень много... Да, ну давай разберем. Образить эти карты. Нет, давай уж. Ты порой не хочешь видеть определенных моментов для себя. Ты живешь своими какими-то понятиями. Вот у тебя своя установка на жизнь. У него своя установка на жизнь. И у вас порой бывает друг другу недопонимание. С обоих сторон может что-то вот вы друг другу недоговариваете. У него есть свои моменты, которые он тебе не хочет говорить, дабы вот ты не взбеленилась. У тебя свои моменты, чтобы он тут свой характер не показывал. Вот это да. И карта смерти говорит о том, что как раньше не будет, то и жизнь она идет своим ходом. И здесь какие-то очень грядут перемены сильные в вашу семейную жизнь. Сильные перемены. Карта смерти это глобальных перемен. Да. С такими событиями. Сильные перемены такие вот, знаешь, волнительные. Очень долго это будет длиться все. Но карта силы. Справитесь. Справитесь. Опять садачу. Да, не успели. Карта силы. Она о чем говорит? Во-первых, то, что вы со всеми трудностями грядущими справитесь. А здесь трудностей будет очень много. Вот, к сожалению, но вот как есть. Страхов, сомнений, препятствий, слез, и обид даже, и плохих разговоров. Все это будет. Но справитесь. Ну, и ты, конечно, опять его подчинишь под себя, подогнешь. Чего же тут говорить по карте сила. Лева, как говорится, подняла под себя. А это? В твоем характере. Это карта длительности, долгого периода вот этого всего. То есть, очень долго будут происходить события темные, неприятные, волнительные. Карта тупика. Не развиваетесь вы в отношении. То есть, нет у вас движения в отношении вот этой движухи. Некогда. Вот летом как все было хорошо. И не 20 лет. Ну, летом мы все время были вместе. На рыбалку, везде. Знаешь, как было хорошо. Ладно, давай заканчивать. Это мы расклад тебе сделали без излишних подробностей, так сказать. Тут можно много чего сказать, но это уже, знаешь, личное и лишнее на камеру. То есть, кому-то не нужно знать ваши определенные. Ну, в общем-то, подведи итог-то. В общем, два дурака пара. Вот и все. Вот весь итог. Два дурака пара. Дурачитесь. Один на своей волне, другая на своей волне. Склестнулись. И все равно, вот понимаешь, карта любви, она и есть карта любви. Тут не попишешь. Так что, знаешь, но высшие силы вас наказывают за вашу ругань. Вам ругаться нельзя. Друзья, еще ругается-то не он. Все время Яна не помогает. Мы видим, вот кто. Даже каждый день. Знаешь, все отлично. Да, все время Яна не мог. Мне бы молчать лишний раз. А я ведь... Ну, мы все истерички в нашем роду. Чего уж говорить. Кровь такая. Спасибо, говорить нельзя? Спасибо, карман не положь. Я у тебя орешков набрала. Видишь, деньгами не беру, беру едой. Как мне сказали, деньгами брать нельзя. Берите картошку и радуйтесь. Ну все, друзья, мы прощаемся. Конечно, из-за первого расклада мы все расстроились. Что там говорить? Второй тоже не очень. А про отношения я и сама знаю. Второй нормальный. Да? Да. А про отношения я знаю, что у нас все будет с Николей хорошо. Но измены не выпали, предательство не выпало, левая баба не выпала. Куда он старый пень уже? Ого, и в 70 лет уже, как говорится, ни тю-тью, ни люлю, а бегать надо. Есть у меня такой сосед. 70 лет, он любовницу завел на первом этаже. Так, все. Все, друзья мои. С тобой, наверное, больше уже в моем блоге пока не увидят. Что? Меня? Тебе-то больше надо исчезать уже на метлу и домой. Все, друзья мои. Всем пока. Спасибо, что были с нами. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok